Продолжение следует... Именительный, номинатив, родительный, генитив, дательный, датив и винительный, акузатив. Сейчас мы рассмотрим примеры, в которых употребляются предлоги, обязательно требующие после себя только дательного падежа. Предлог mit. Основное значение предлога – с. Кошки играют с покрывалом. Предлог nach. Предлог nach имеет два значения. Основное значение предлога – после. Кошка спит после еды. И второе значение – на, в, при указании направления. Предлог aus. Основное значение предлога – из. Кошка из Ада. Предлог цу. Основное значение предлога – к. К счастью, кошка любит воду. Предлог фон. Основное значение – значение принадлежности. Eine шахтель ist das Lieblingsspielzeug von der Katze. Коробка – любимая игрушка кошки. Eine шахтель ist das Lieblingsspielzeug von der Katze. Предлог by. Основное значение – у, при. Die Katze geht beim See spazieren. Кошка гуляет у озера. Die Katze geht beim See spazieren. Предлог zeit. Основное значение – с таких-то пор. Кошки с рождения ненавидят воду. Предлог аусер. Основное значение – кроме. Все любят купаться, кроме кошки. Предлог entgegen. Основное значение – навстречу. Кошка идет навстречу солнцу. Предлог гегенюба. Основное значение предлога – напротив. Кошка бьет попугая, который сидит напротив нее. Обратите внимание, в отличие от других примеров, гегенюба и entgegen стоят после, а не до слова, которым они управляют. Филологи называют такие слова «послелогами». «Послuiten крупно и все приблиз spiritosit hors». Т regretнее. Редакторangel – сверху. «Послание с т�지 прямо с пыльцом». «Да, да понимаешь, нет. «Пос Kollegen, готов이�ikk jeste гдеuks ding вот страны». «А как, все может быть» «Посл Patrol.